Всем привет, друзья! Как часто мы слышим такие слова? Хочу купить квартиру в Анапе с ограниченным бюджетом до полутора миллионов. К сожалению, в Анапе полтора миллионов последние пару лет потеряли вообще какую-либо финансовую ценность. Ведь когда человек переезжает из других городов жить поближе к морю, в частности в Анапу, наверняка эти люди хотят иметь квартиру с пропиской, не иметь проблем с коммуналкой, с коммунальными коммуникациями, в том числе с водой, с электричеством, с газом, если это газовое отопление, ну и, соответственно, с рядом вытекающих. Конечно же, они хотят купить квартиру на законной земле и предназначенной для строительства данного жилого объекта. Но почему полтора миллиона – это огромные деньги для средних городов нашей страны, и действительно там можно купить хорошие квартиры за эти деньги? И почему же все-таки в Анапе до полутора миллионов даже нет смысла что-то рассматривать? Сейчас на примере популярного сервиса Авито я вам покажу все-таки, какие объекты вы можете случайно получить за эти деньги, и, может быть, окончательно развеять миф о том, что это нормальная цена для нормального города. Все-таки Анапа у нас стоит особняком от городов Центральной России, Севера, Сибири и других, соответственно, регионов нашей большой необъятной страны. Возьмем самый-самый топовый микрорайон курортный, недалеко от набережной. У нас тут целых аж 9-9 предложений, представляете, да, это центральный... А мы получим такую вот интересную двухкомнатную квартиру в Варваровке. То есть это объявление нам с вами не нужно. За миллион сто тысяч мы с вами получаем вовсе не в Анапе квартиру, а в Варваровке. Если посмотреть по карте, то Варваровка у нас находится вот здесь. Соответственно, какое отношение Варваровка имеет к Анапе? Ну, если только как часть анапского квартиры однокомнатная, миллион триста. Ну, агентство продают. Вот что мы можем, да, получить за эти деньги? Ну, во-первых, 30 квадратов, во-вторых, вот такой дом. Давайте я вам получше покажу. с такой мебелью, с таким газовым котлом. Ну, в общем, вторичка-вторички, конечно, рознь, и у всех разный бюджет, но вот в таких домах я настоятельно вам не рекомендую покупать квартиры в Анапе. Дело не вовсе в бюджете, да, там, в том, что он как-то выглядит странно, а в том, что это довольно старые постройки. И даже видно сейчас невооруженным глазом, что дом нуждается в капитальном ремонте. Поэтому давайте прочитаем, где он находится. Эта квартира находится даже не в Анапе, а находится в Цибанабалке. И вновь отсылочка к карте. Давайте посмотрим, где у нас находится Цибанабалка. Ну, я думаю, тоже невооруженным глазом видно, да, что Анапа и Цибанабалка, это очень-очень далековато друг от друга, в плане того, что это город действительно, а это уже окружающие населенные пункты, поселки. Вот оно уже даже, видите, зево ближе намного, гораздо ближе, чем Анапа. Понятное дело, что по прямой там до моря не очень далеко будет, да, или через Пятихатки, или, соответственно, через гостевой проезд. Ну, в любом случае, в любом случае, даже не в Анапе, за миллион триста вы получаете вот такой вот вторичный фонд. Миллион триста пятьдесят, двадцать пять квадратов на первом этаже. Давайте сразу посмотрим фотографии. Ну, здесь уже немножко поинтереснее, если сравнивать с предыдущим вариантом. Давайте посмотрим, где это. В центральной части идеально подходит для сдачи аренду офиса или парикмахерска, место проходной, центр города, телефон, санузел, подсобное помещение с ремонтом. Вот очень-очень печально, что такие объекты у нас без адреса, непонятно какой фасад дома. Быть может, даже вы видите, нету окон, соответственно, это может быть и вовсе цокольное помещение. А если будет цокольное помещение, соответственно, вы не сможете прописаться. Тоже не вариант, все-таки это некомфортное будет жилье, да еще и без прописки. Плюс квадратура двадцать пять квадратов. То есть то на то и выходит, что будет большая цена даже за цоколь. У нас студия десять квадратных метров на первом этаже за триста двадцати тысячи. Я так понимаю, что это вообще подвал, ну, либо цоколь. Потому что десять квадратов это кладовочка, может быть, какая-то, либо какой-то гаражик. Ну, в общем, собственно, да, вот по фотографии уже видно, что это такое. Собственник, комната с удобствами и отдельным входом. В частном доме все коммуникации плюс огород под окном. И рядом два моря, Черное и Азовское. Загляем 15 минут в Анапском районе Юровка. Каждый час ходят автобус до Анапы. Документы готовы к сделке. Отопление, свет, вода, газ. За зданием располагается оборудованная площадка и стадион. Друзья, это вообще как законно? Десять квадратов в Анапском районе за триста двадцать три тысячи. Это как? Я просто не понимаю, как это можно было оформить? Какие документы на это могут быть? Десять квадратов. Это даже, не знаю, у некоторых людей санузлы столько квадратов занимают. А как тут можно жить? Я не понимаю. О, трехкомнатная квартира за полтора миллиона, пятьдесят шесть и шесть. Мечта, правда? Сказка. Ох, очень интересно мне посмотреть, что это за объект. Даже ремонтик, ничего себе. Неплохо, да? У нас тут даже газовый этот котел стоит. Точнее, даже, наверное, электрический котел, да. О, у нас тут, видите, двери а-ля шторка, наверное, чтобы много места не занимать. Видите, тут тоже интересные дизайнерские решения. А, все. Ну, тут все понятно, почему полтора миллиона и трехкомнатка. Потому что это у нас частный дом. Сейчас посмотрим, где этот частный дом еще располагается. То есть, это не квартира, видите, тоже близо с землей. Ну, черешня, понятно, замануха. Может, это вообще частный сектор какого-то поселка. Ну, давайте искать, где это у нас. А, поселок Уташ. Ну, здорово. Давайте еще посмотрим, где у нас от Анапы находится поселок Уташ. Вы будете удивлены, но Уташ у нас находится практически в Виноградном, между Джигинкой. То есть, это практически конец Анапского района. То есть, там было в Юровке, да, предыдущий вариант, а это в Уташе. Мы же ищем в Анапе. Вот давайте отсеивать объявления. Все хотят в городе, понимаете. Все спрашивают в городе. Давайте искать по городу. Миллион триста пятьдесят. На первом этаже студия, 20 квадратов. И сразу на фото это цоколь. И сразу на фото это отсутствие прописки. Это близость к подвалу. Терская, 40. Цокольный этаж. Аккуратная студия, хорошее состояние с мебелью и техникой. Заходи и живи. До моря семь минут пешком. Ну, насчет семи минут, если это действительно этот самый адрес, то поспорю. Все-таки не семь минут, пока вы дойдете по Ленина, да, до морского вокзала. От морского вокзала вам еще надо пройти по набережной. Здесь морская портовая зона, да, вот где перечал. Соответственно, в итоге, в итоге, то есть вам, наверное, минут 10-15 минимум, как семь минут. Я даже не понимаю. Даже если мы пойдем по Терской и затем к Маяку, а там же еще тоже до набережной надо дойти. Нет, это обман. Это никаких не семь минут. Это просто вас пытаются такими объявлениями ваше внимание привлечь. Так что мимо идем. Миллион сто. О, шестой этаж. 16 куда-то в студию. О, у нас, значит, 68, 750. Смотрим. Это у нас и кухня сразу, и комната. А, скошенная крыша. Ну, добро пожаловать тоже в квартиру без прописки. На цоколе и на крыше, которая с мансардой, это сразу у вас будут проблемы с пропиской. Это незаконные этажи, они не жилыми считаются, но там делают, соответственно, жилое пишут и с пропиской. Нет, не с пропиской, друзья. Ну, вот, ну, нет, там нет таких вариантов. Ну, если бы были, мы бы давно уже снимали ролики, показывали, и давно бы вам такие хорошие варианты подсунули. Ну, мы же не занимаемся непонятными объектами. Ау, шикарное предложение. Вот прям хоть завтра я пойду и куплю. Что у нас здесь? Первый этаж. А, тоже, наверное, цоколь. Да, мы видим, окошко высоковато. И вы смотрите, вот, обратите внимание, что квартиры, которые не полноценны, первый этаж, а именно цоколи, у них окошка практически нет нигде на фото. Вот смотрите, у нас тут только маленький кусочек появился, но даже здесь видно, что это выше обычного окна, и он очень-очень маленький. То есть это цоколь, реально цоколь. Посмотрим, просьбы риэлторам не звонить, да? Вы знаете, никогда я не позвоню, если честно. Вот, в цокольном этаже, ну, нету здесь прописки. Вы понимаете, ну, зачем вам покупать заведомо плохой объект недвижимости? Вы потом не сможете нормально его продать. То есть такие объекты продаются месяцами, а то и годами, потому что люди понимают, что не может быть в Анапе таких цен, а если у них нету больше средств, им надо цоколь, то они прекрасно понимают, что они потом, если даже захотят продать, будут продавать в вечность. 185 700, да ладно, 29 квадратов, первый этаж. Что это, прям 27 тысяч за квадратный метр? Вы серьезно? Серьезно есть такие цены? Ну, посмотрим, да посмотрим, да-да. Цокольное помещение в строящемся монолитном кирпичном доме. Два окна, есть возможность вести коммуникации, сдать с 3 квартала 2019 года. Помещение будет сдаваться черновая отделка, все коммуникации. Не знаю, надо оно вам, вот честно, посудить, еще в строящемся и цоколь. Ну, я понимаю, да, может быть, для кого-то это не деньги, 785 тысяч, но как вы потом его продавать будете, я тоже не знаю. Вот как понять, да, ликвидное жилье или нет? Вы сразу продумываете наперед, ликвидное жилье, это которое реально будет продать в будущем. В Анапе, ну, наверное, треть объектов не ликвидные. То есть более-менее вот этот современный район, это ликвидное жилье. Даже вот на Крымской, вы понимаете, и то нет таких цен. 1 150 000. Так, здесь комната, типа ремонт, зонирование. Ну, 19 квадратов студия. Так, посмотрим адрес, переулок подстанции, что у нас здесь? В общежитии, вот она, вот мы дошли до самого главного. Правда, это комната в общежитии. Вы понимаете, да, что такое комната? Комната, это комната, это не квартира. У вас не будет санузла в доме, да, в комнате. У вас не будет кухни в комнате. Ну, только если вы сами себе там что-то электрическое не подключите. Комната в общежитии за 1 150 000. А вы хотите за 1 1 1 1 000 купить реально большой объект. Квартиру, да, в которой сможете прописаться, жить долго и счастливо. Причем цена за квадрат 60 526. Это, к слову, о том, что меня просят вторичку за 40 000 квадратный метр. Вот, ну, реально, нереально нет таких предложений. Как они однокомнатной квартирой это называют? Вот, вот, общежитие, видите, общей кухни. То есть, все, тут даже можно не читать, но давайте до Краснодарска, 66. Ой, да ладно, там есть общежитие. Но 66 дом не общежитие, значит, они просто не указали, какой именно адрес точный. 19 квадратов, второй из четырехэтажный дом, ремонт, зеленый двор, Красная площадь. Ну, в общем, понятно. Прописка, ну, конечно, прописаться в комнате-то вы сможете, но вопрос только, какие вы условия получаете за 1 250 000, это вот на секундочку 65 789, цена растет. Мы же видели, дешевле, да, предыдущие объявления. Ладно, с общежитиями понятно. Ух ты, на Рождественской что-то. Давайте посмотрим за 900 000. Огонь, цена прям. Первый из 14 этажей. Опа, у нас тут сразу, видите, с зеркалами зона. Ну, вы понимаете, да, что мы говорим сейчас о цоколе? Ну, давайте я вам все-таки ее покажу. То есть, сколько ракурсов мы не видим, да? Да, к нам мы только добрались, окно под самым потолком. Даже спецсистема установлена, как круто. Ну, это цоколь в привилегии. Цоколь, цоколь, друзья, обращайте внимание. Прописки нет. Вот, даже написали, хотя бы кто-то честный выставляет объект. Это реально цоколь без прописки. 54 квадрата, ничего себе! За миллион сто... За 20 тысяч квадратный метр? Серьезно? Давайте посмотрим. О как, о как! Целое цокольное помещение. Вон, смотрите, продают в черновой отделке за 20 тысяч. Но не красово. На новом доме, большой площадь, в двух кварталах от моря. Ну-ка, это у нас 40 лет победы. Где же у нас два квартала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кварталов. Это реально два квартала? Или они кварталами считают улицу Ивана Голубца и Ленина? Нет, кварталы это вот они. Маленькие, маленькие, маленькие перекрестки. Этаж цокольный, свой отдельный вход. Отопление электрическое. О, электрическим отоплением, ну, отапливаться, я думаю, сами понимаете, какие у вас пути же коммунальных услуг будут. Комнату в квартире. Ну, то есть, в принципе, в принципе, если вам прописка не нужна и только летом приезжать ради моря, ну, опять-таки, от моря, ну, я бы не сказала, что очень близко. Да еще и за миллион. Ну, честно, вот она, вот-вот недвижка за 40 тысяч за квадратный метр, да? Однокомнатная квартира в 25 метров. Во-первых, это не однокомнатная, да, квартира. Мы уже сами выяснили, что это комната в общежитии, это кухня и туалет общие на 4 комнаты, поэтому это не квартира. Мы рассматриваем квартиру. Квартиру за 40 тысяч квадратный метр вы не купите. А как это так? Ну-ка, ну-ка. На Ленин. Однокомнатная квартира с водной планировки, с качественной перечисловой отделки, ремонт, который на фото мы можем вам выполнить за комфортные деньги. Квартира продают в сокольном помещении. Ага, то есть это, во-первых, соколь, а во-вторых, вам надо еще вложиться им за ремонт. Круто, да, так продавать соколь и навязывать свои ремонтные услуги. Но это просто вот объявление на авито. А вы говорите, что авито вам там написали, что где-то можно за 40 тысяч квадратный метр купить. Вот теперь, понимаете, какой это же лед. Соколь без прописки, еще и без ремонта за миллион. 33 квадрата. На восьмом еще этаже, из 17 домов. Ага, ну, без ремонта, ну, типа, миллион 400. Ну-ка, Владимирская, 108. Хорошая студия в новом доме, с предчисловой отделкой, санузел смежный. Дом монолитный, теплый, что он так, изоляция. Отопление центральное с поквартирными счетчиками. Это очень удобно, позволяет регулировать тепло. Отопление какое? Центральное, да, район развитый. Так, так, так. Звоните в стрессующие вопросы. Но, опять-таки, это риэлтор, 100%. Это не, получается, у нас не частное лицо. Соответственно, не собственник. Потому что еще 19 объявлений, и, наверное, все они с недвижимостью. Это я вам к тому, что вы позвоните. Даже если, да, вот миллион 400, круто, да, как раз полтора миллиона, да, выходит, и вроде бы 26 квадратов. Это все-таки не 10, да, как мы видели. Вы звоните, вам говорят, возможно, следующее, что, простите, этот объект проданут. Вот у нас есть рядом в соседних домах, чуть подороже, но и дальше вы знаете эту историю, как бывает, когда объекта нету, или он просто для того, чтобы привлечь ваше внимание. Поэтому будьте аккуратны. За миллион 500 по факту нормальное, качественное жилье вы не купите, понимаете? Вы купите только по факту какую-то неликвидную реально жилплощадь, которая вам в будущем будет очень долго продаваться. Да и как можно жить в студии, я имею в виду, когда еще и на Цоколе. То есть я не в целом про студию говорю, а про студию в Цоколе. Это, во-первых, маленькая площадь, во-вторых, очень-очень-очень маленькое освещение. Вы без прописки отдаете миллионы. То есть за миллион 300, миллион 500 в Курске можно купить однокомнатную квартиру, пусть может быть в старом каком-то жилом фонде, но она будет квартира с нормальными окнами, с нормальной пропиской. Про качество дома тут и говорить не приходится, за такие деньги. То есть мы видели, да, в Анапском районе, и то за полтора миллиона продают что-то на земле, очень далеко от моря, а вы хотите в Анапе за полтора миллиона. Это не насмешка, это реальные цены города Анапы. Когда вам говорят 60-65 тысяч за квадратный метр, не удивляйтесь. Вам говорят реальную стоимость, реальная рыночная стоимость Анапы. Если кто-то вам говорит ниже, ищите подвох, потому что нет таких цен сейчас в городе. Даже в Курске сейчас периодами даже под 50 тысяч за квадратный метр, а там нет моря. Поэтому всегда задумывайтесь. Переезд – это дело очень-очень важное. И все-таки, если вы нашли объект, нашли действительно квартиру, и хотите переехать, то могу вам предложить реально хороших людей, которые помогают переезжать под ключ. Ребята... Переезд в Краснодарский край или по России, мы организуем вам весь процесс переезда под ключ быстро и качественно. Организуем разборку, упаковку, погрузку, выгрузку, сборку мебели. Сделаем скидку 10% для всех переезжающих из Сибири, Урала или Севера. Доставка ваших вещей от адреса до адреса. Предоставляем услугу выезда замерщика на дом бесплатно. Возьмем попутчиков и животных. Переходите на сайт и узнайте стоимость вашего переезда. Ну и, соответственно, за небольшие деньги. А сибирикам, все-таки, кто с Урала, Севера, Сибири, большое расстояние преодолевают, мы дарим 10% скидку. Когда будете обращаться по номеру или на сайт под описанием, обязательно пишите от счастливой жены, и тогда скидка у вас железобетонна 100% будет. Ну а с вами была Светлана. Предлагаю вам написать свои комментарии. Согласны вы со мной или не согласны. Но я вам осветила самую настоящую реальную картину рынка по недвижимости в городе-курорте Анапа. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, по каким ценам у вас недвижимость в ваших городах. Всем пока-пока.